МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В интервью газете «Правда Севера» накануне вашего юбилея или в день юбилея вы сказали, что не считаете себя идеальным отцом. А что вообще такие существуют? Ну, наверное, существуют. Но если бы их было много, наверное, и проблем бы никаких в мире не было. Потому что все проблемы, которые мы сегодня бы не затронули, они все корнями в детстве. Но все-таки главным отцом по морю вас можно назвать? Ну, наверное, да. Так уж такой шаблон, пусть он будет. А скажите, какие отцы вообще входят в ваш областной совет, в ваше движение? Ну, прежде всего, которые поддерживают то, что детьми нужно заниматься своевременно, правильно. Те, кто это не поддерживает, естественно, они не с нами. Но мы пытаемся до отцов это донести. Иногда успешно, иногда не очень. Но вот за пять лет, в принципе, я думаю, что есть положительный момент, мы можем подвести какие-то итоги. Вот давайте теперь и об итогах, и немножко вспомним вообще, как родилась эта идея, совет отцов Архангельской области. Ну, родилась она из благотворительности. Поначалу мы, предприниматели Архангельской области, решили просто помогать. Традиционно выбрали детей. Детские дома, да? Детские дома, да. И поехали по детским домам с подарками, с праздниками. Ну, и увидели ситуацию, которая происходит в реальной жизни. Мы поняли, что подарками проблемы не решить. Поэтому надо все-таки работать с семьей, и в том числе с отцами. Потому что отцы в сегодняшних условиях, они меньше всего уделяют внимание детям, нежели мамы. Вообще, проблему отцовства поставили во главу угла. Да. Сколько сейчас у вас членов, сколько было, когда вы только начинали? Ну, так как мы выросли из благотворительного костика такого, да, у нас было 13 человек первоначально, сейчас 20. Но многие недоумевают, почему так мало такого прироста. За 5 лет, да. За 5 лет, да. Но мы не ставим себе такую задачу внутри расти. Мы ставим задачу как бы распространять движение по области, по России. То есть создавать советы отцов где-то на местах. Об этом чуть позже. А вот я хочу спросить, что у вас ведь есть и логотипы, и девизы, и есть устав, да, там, где закреплено. Что должен делать член общественного совета? Ну, да, устав у нас уже есть. То есть мы являемся зарегистрированной общественной организацией. Логотип мы тоже долго ломали голову, какой же нам логотип придумать. Вот даже не придумали, а просто подсмотрели в прошлом. Логотип в европейской геральдике. То есть великан – это символ ответственности, родительской благотворительности. Который носит в клюве. Который кормит своих птенцов, своей крови. То есть это первый детский дом в России, учрежденный Екатериной. Второй, вот он был с таким же примером логотипом. У вас логотип «Пеликан» – кормилец семьи, да? Да, «Пеликан». А в уставе, вот что записано, какие обязанности должны выполнять члены вашего совета? Ну, у нас нет жесткой регламентации вообще, да. То есть у нас все вообще на добровольных началах. Потому что если бы мы жестко закрепляли какие-то обязанности, членские взносы, то мы бы, наверное, долго еще были в зачаточном состоянии. Поэтому мы так достаточно гибко работаем. То есть если человек хочет и может, он работает. Если у него на какое-то время проблемы в жизни возникли, то он может отойти. Вот мы его трогать не будем. А когда снова сможет и захочет, то снова, пожалуйста, мы его ждем. А как пополняете ряды своего, своей организации? Как вербуете членов? Вербуем, ну, ходим по школам, например, да, рассказываем о том, почему мы это делаем, как мы это делаем. Ну, глаза встречаем у мужчин разные, где-то верящие, где-то неверящие, где-то ищущие подвоха какого-то. Вот. Но есть люди, которые, особенно у кого дети маленькие, которые заинтересованы в будущем своих детей. Вот они как бы более активные в этом плане. То есть они понимают, что что мы в детей вложим, то мы потом пожинать будем. Да. Мы говорили, вы сейчас начали разговор о том, что вы распространяете свое движение. И все-таки одна из важных задач – это открытие вот таких общественных советов на местах в области, да? Где у нас, где есть районы, которые вас поддерживают, наша Архангская область? Ну, первый, наверное, по времени возник Совет отцов Северодвинска. Дальше у нас Вельск пошел, город Архангельск, Красноборский район, Устьянский район, Няндама. Совет отцов СОФУ был создан, при нем работает общественная, приемная, юридическая по семейным вопросам. Ну, вот по нашей области пока сейчас идутся еще переговоры с Приморским районом. Вот в Новодвинске есть попытки создать Совет отцов, пока удается только там на местах в школах. А Котлас вроде большой город, почему в отстающих? Ну, Котлас мы, наверное, потому что не посетили его еще с нашими мероприятиями, лично не побывали там, поэтому, может быть, поэтому. Нет лидера? Да, все дело-то как раз в лидере, то есть, если лидер не найден, а движение создано, то он недолго проживет. Ну, одно из мероприятий, когда вы объединяетесь все, это форум ваш, да? Форум, он проходит 3 воскресенья ноября, это учрежден в Архангельской области День Отца губернатором. Вот мы в этот день, у нас очень насыщенный, мы проводим конкурс, ответственная должность форума отцов, ну и празднуем День Отца в целом. В этом году где будет форум? В этом году в Архангельске, вот буквально решается, наверное, на базе САФУ, но будет с выездом в активные школы, в Северный округ, возможно, поедем, где уже создан Совет Отцов Северного округа, то есть, там 3 школы и 7 садиков. У нас в Архангельске уже даже несколько, да, Советов Отцов? Ну да, Архангельске один, но он распространяется по садикам, школам, и вот создан впервые, наверное, в истории России округа, то есть, там 7 садиков, 3 школы, они объединились, везде есть свои советы отцов. Они объединились, создали окружной. Ну, ведь здесь же не важно количество, да, наверное, вот так вот Советов Северного округа? То есть, мы ездим с автопробегами, уже 8 раз съездили по области, к 1 сентября делаем уже много лет подряд акцию «Письмо Деду Морозу новогоднюю». В этом году мы добавили акцию «Счастливый день рождения», то есть, приглашаем детей, у кого день рождения, и устраиваем праздник. Вы говорите о детях, которые живут в детском доме? Нет, дети в трудножизненной ситуации, есть такая формулировка, она охватывает многих детей, которые воспитываются в социальных центрах, и которые живут в малообеспеченных, многодетных семьях, в детских домах в том числе. Все разделяют ваши взгляды? Все идут вам на встречу, отзываются, да, в тех же самых детских домах администрации? Нет, там администрации, конечно, заинтересованы во взаимодействии, вообще, так скажем, спрашивают, в чем секрет успеха часто, да, я уж не знаю, насколько там успех, не успех, но я считаю, что вот взаимодействие, которое мы ставили во главу угла с самого начала, то есть взаимодействие с органами власти, с средствами массовой информации, с учебными учреждениями, то есть вот дает такой неплохой результат. Но это постоянно ведь надо этим заниматься, да? Ну, да, это, причем много уделяем внимания пропаганде, потому что без пропаганды, так скажем, движение не создать, это будет какой-то, может быть, внутренний между собой, чем-то сторон. А вот с российскими такими подобными организациями у нас и существует, наверное, много в регионах России? Существует, как раз вот с 2009-го, когда мы образовались, вот как-то пошло вот это насыщение информации подобной по мужским организациям, и они стали везде возникать, возникать. То есть, да, сейчас мы работаем с многими, общаемся с многими мужскими организациями России, некоторым даже помогли создаться, там, вот город Азов, Ростовская область, Ненецкий автономный округ, наши соседи. Там Нижний Новгород спрашивал у нас совета, город Буй, там, у Костромы, который Владимирская область, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, есть города, которые, читая про нас, задумались, написали, спросили совета, как мы начинали. Андрей, на федеральном уровне как-то вот это консолидируется? Вас собирают? На федеральном уровне пока инициатива, так скажем, идет снизу. Вот, то есть, в 2009 году мы этот разговор об создании Ассоциации отцов России начали с Совета отцов Ульяновской области, но потом как-то Ульяновск замолчал, может быть, лидер поменялся или ушел, не знаю что. Но мы тогда были в самом начале пути, поэтому не рискнули на себя в связи с травм, такую ношу. Но вот теперь идет консолидация, то есть, многие уже говорят, давайте объединяться. Я знаю, что Совет отцов Набережных Челнов, он создает какой-то союз отцов, куда нас, кстати, приняли, нам прислали удостоверение, что мы состоим в союзе отцов и так далее. То есть, они с той стороны тоже пытаются, и мы здесь пытаемся как-то. Но я думаю, где-то, наверное, встретимся. Да, уже пора, наверное, встречаться. Да, да. Скажите, вот вы уже сказали, кто у вас входит в вашу организацию, какие-то есть критерии, что это добровольное начало, может, еще какие-то критерии есть особо? Кто может войти? Ну, в принципе, нет, это отпугивает очень многих, особенно на первых порах, потому что тут сразу... А вот скажите, разведенный мужчина, который не живет со своими детьми родными, он может войти? Ну, если он поддерживает наши идеи, да, потому что разведенный мужчина, он может быть и общаться со своими детьми, уделять им внимание, там, участвовать в воспитании, да, то есть, ну, в жизни ситуация разная бывает, да, поэтому дети не должны страдать здесь. Поэтому если мужчина разведенный, но он поддерживает отношения со своими детьми, почему бы нет? Ну, а вот вы говорите, поддерживает наши идеи, все-таки основная идея, вы можете ее выразить так? Основная идея, детьми нужно заниматься правильно и своевременно. Мы, конечно, вот этим вопросом затрагиваем такую больную очень тему, это тема неполных семей, это отсутствие мужского внимания, да, но все характеристики, когда мы говорим о хорошем отце, дают с точки зрения женской, вот не знаю, разделяете вы это или нет, С женской стороны, что такое идеальный мужчина? Идеальный отец – это мужчина, который приносит в дом деньги и при этом находится дома. А со стороны мужчины идеальный отец – это тот, кто обеспечивает материально семью, а все остальное там уже по ситуации, согласны? Ну, это шаблон, который, так скажем, в нашу голову убили благополучно, потому что, ну, добыванием денег, да, я думаю, вряд ли отделаешься, потому что есть такой даже анекдот или притча, что сынок, сын говорит, папа, поиграй со мной, он говорит, не могу, сынок-то, я там работаю, друзья, а потом, когда папа старенький дома сидит, звонит сынок, приезжай в гости, он, не могу, работа, друзья, то есть в Китае или в Японии, не помню, есть такая система, что отсутствие у взрослых пенсий, и они живут только за счет того, каких детей они воспитали, то есть тут справедливо, я считаю, то есть если ты в детей вложил, сначала ты в них, потом они в тебе, вот если этого контакта не будет, ну, там потом, может быть, отсутствие внимания со стороны детей, а с возрастом потребность внимания у человека, она обостряется все больше и больше. А скажите, будущих пап надо воспитывать, как вы считаете? Да, я думаю, что надо, тут у нас создан даже есть такой проект в России, папа-школа называется, в Архангельске, есть отделение в Северодвинске, есть отделение, то есть там все вплоть от пеленания ребенка до общения с женщиной-женой во время беременности, то есть там все это проходит, все рассказывают, рассказывают мужчины, рассказывают мужчины, есть практикумы, как, что это делать. А как вы считаете, общество, само наше общество готово к ответственному отцовству? Ну, я думаю, что если мы будем правильно расставлять акценты, пропагандировать это, то почему общество готово к тому, что его окружает, да, то есть если будет его окружать правильная информация, то это будет для него нормой. Но вы же говорили, что когда даже вы приходите на собрание, то не все, в общем-то, настроены позитивно. Потому что норма, что отец это добытчик, больше ничего, то есть, да, там есть люди, которые говорят, что я отработал деньги, принес, а с меня больше, как бы, ничего. Ну, если тебя устраивает такая ситуация, что ты не близок к своему ребенку, то, ну, как бы сказать, у ребенка не складывается какая-то модель поведения, отсутствует мужская или женская, если нет рядом мужчины, то мужская, и поэтому он себе находит героя, там, может быть, в боевике в каком-то, да, в фильме или в компьютерной игре, где герой там ходит, всех дубасит, и вот он таким же становится, а потом, оказывается, в жизни вот это не работает, он терпит крах в каких-то ситуациях и удивлен в стрессе, почему же так происходит, если мой герой, моего героя это получалось. Да, и отец недоумевает, откуда же ты такой вырос, да? Да, 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 в кого-то другое пошло. Да, в кого. А вот что, на ваш взгляд, мешает развиваться отцовскому движению вообще в России? Ну, стереотип, который, вообще в России очень много мифов про самих же русских, которые мы активно поддерживаем, миссируем, такие мы садомазохисты в этом плане, немножко. Вот, поэтому один из мифов, что да, что отец должен быть таким. Но я думаю, что страна наша христианская, она всегда сильно была своей семейственностью, поэтому, чтобы нашу страну, например, сделать слабой, да, надо разрушить семью. И примеры подтверждения этому процессу я, в принципе, вижу ежедневно, ежегодно там что-то происходит. Поэтому это где-то, может быть, что-то извне внесено, ну и мы сами тут... Вы о ювенальной юстиции, да? Ну, это как часть проблемы, наверное, да, то есть у нас идет преклонение такое с советских времен, преклонение перед Западом, перед тем импортным, как пил Бутусов, да, наш так долго любили, люби твои запретные плоды, то есть нас любили эти, учили любить эти плоды, и поэтому мы вот выросли такие немножко преклоняющиеся, там все хорошо, а у нас вот все плохо. Значит, это обратная сторона запретов, да? Ну, обратная сторона запретов, да, отчасти, да. Ну, наверное, сейчас стоит поговорить и о планах, которые есть у вашего совета, да? Планов, наверное, громадье на следующую пятилетку есть? Ну, планы есть, мы так люди творческие, поэтому мы очень такой детальный план не составляем, потому что, как правило, какие-то хорошие идеи они рождаются вообще спонтанно, вот они приходят, тот же вот, например, счастливый день рождения, то есть мы подсмотрели его на пятом питерском канале, там называется День Ангелов, там берут ребенка из детского дома, тоже в день рождения, но там с целью именно устроить его в семью, да, мы как бы пока вот такую цель не преследуем, хотя, может быть, мы к ней тоже придем, там чисто надо законность соблюсти, чтобы нам этого ребенка могли дать на день, да, то есть это ведь тоже простому какому-то встречному не дают ребенка. Поэтому мы приглашаем детей, которые с родителями, они с нами проводят целый день. Вот такая идея, она вот так вот вроде зрела-зрела-зрела, спонтанная, и вроде всем понравилась, собираемся продолжать. Поэтому наши планы — это продолжить начатое дело, вот уже работать немножко с заделом на создание какой-то объединяющей силы именно на российского масштаба, то есть уже, ну, ассоциацию, да, все-таки к ней мы придем в итоге, потому что движение разрастается, и все равно какой-то центр будет нужен. Вот, возможно... Будет этот центр в Архангельске, почему? Ну, об этом уже писали, вот поэтому тут уж не знаю, как карта ляжет, но хотелось бы, чтобы у нас в стране появился День Отца, а не в регионе у каждого суда, да, а вот именно праздник, который как бы также пропагандировал идею отсутствия. Как и материнство. Как и материнство. Да, вот я, кстати, хочу спросить о юридической поддержке отцов, да, ведь ситуации, как мы уже говорили, бывают всякие, да, и у вас ведь существует, в САФУ работает юридическая консультация. Да, юридическое приемо называется «Право быть отцом», там ведет прием профессионально квалифицированный юрист, очень много к нему обращений, по-моему, в прошлом году 30 благодарственных писем только пришло от людей на имя губернатора, вот именно в адрес этой приемной, только 30 кто написал. Это бесплатная приемная? Это бесплатная приемная, да. Обращаются кто? Обращаются, ну, папы с разными проблемами, самое распространенное, мне не дают общаться с ребенком. В общем, там месть идет. Терроризм женщин. Да, месть какая-то идет, что ты там такой-то сякой, вот ребенка не увидишь. Вот поэтому, ну, обращаются и женщины, как бы ни парадоксально, иногда мы даже помогаем женщинам какого-нибудь папу лишить отцовства, потому что, ну, когда видим, что он недостоин, он только мешает и уродует ребенка, то есть такие случаи тоже были. Поэтому мы помогаем не только папам, но и вообще в целом семьям. Это приемная тоже будет работать? Это приемная, да, продолжает работать, у нас там есть телефоны, можно записаться, можно по телефону, можно списаться по электронной почте. Есть люди, которые из других регионов даже сюда, у них ребенок здесь находится, и они обращаются. Ну, вот главное доверие, которое вы уже, наверное, за эти пять лет завоевали. Ну, мы старались людей не обманывать. Ну, у нас, наверное, подходит к концу, и блиц в конце разговора. Какие незыблемые правила, которыми вы лично руководствуетесь в отношении со своими детьми, со своими личными детьми? Ну, не обманывать, и личный пример. Личный пример во всем. Во всем. Как предпочитаете проводить свободное время со своими детьми? На прогулках, ну, поиграть там, какие-то спортивные игры, там, на лыжах ходим. Вот. Вот мечтаю сходить как-то летом на рыбалку, но как-то вот уже много лет все не срастается. Вот. Мечта такая есть. Поэтому, ну, любое времяпровождение с ребенком, оно не бесполезное. То есть, еду на машине, утром детей везу в школу, полчаса в пробках, так все используется. То есть, разговоры на какие-то жизненные темы, оно вроде как-то говоришь со старшим, средний слушает, младший подключается. То есть, вот, все происходит. Потом в головах у них это переваривается, что-то откладывается. То есть, разное времяпровождение, оно может быть вообще абсолютно любое. Можно дома там книжки читать, обсуждать какие-то фильмы там, или вообще о жизни говорить. Но главное, чтобы вместе. Общаться. Главное, чтобы вместе. Чем больше точек соприкосновения в течение жизни, тем теснее контакт всю жизнь. Вы как-то говорили, что вот за эти пять лет у вас что-то перевернулось, изменилось. Вы немножко стали по-другому относиться вообще к роли отца. Да, это и школа для меня в том числе. Потому что поначалу я, так скажем, как непрофессионал в этой области, общался с людьми, которые этим занимаются профессионально, с учеными, с практиками, с директорами детских всяких социальных учреждений. На форумах отцов, на конкурсах, где выступают папы со своими семьями, я даже некоторым завидую, потому что они делают гораздо больше для своих детей, нежели я, например. Для своих личных детей. Да, поэтому я как бы на них даже равняюсь. То есть у меня на каком-то форуме тетенька спросила, говорит, вы правда идеальный отец? Я говорю, да нет. Я обычный отец, даже с большим количеством недостатков. Поэтому я тоже расту, и иногда думаю, что этот проект, может быть, я и придумал для себя сам мог. Зачем-то он был нужен. В первую очередь, да. Наверное, он был нужен и для этого тоже, потому что я сильно поменялся. Это ощущаю, и дети мои ощущают. Ощущают. Потому что... А жена, жена ощущает? А жена? Не надо спросить, не спрашиваю. Ну, наверное, ощущает, потому что все равно с детьми, к детям отношение совсем поменялось. То есть пропал авторитаризм, который присутствовал, ну, мне по природе свойственен. Поэтому он пропал, так больше демократии стало, но это не значит больше бардака. То есть, например, что-то нечто среднее родилось. Ну, по крайней мере, я думаю, детей это стало больше устраивающе, чем раньше. Да. Ну и последнее, наверное, советы папам нынешним. Советы папам. Не лениться, потому что многие думают, что это начать очень трудно. На самом деле это не трудно и даже интересно. То есть, когда ты начинаешь и видишь отдачу от детей, это как такой спорт получается. Достигаешь и живет, это новое себе ставишь. То есть, это интересно и всем от этого только польза, и детям, и вам, и в дальнейшем тоже. Спасибо вам большое. Спасибо вам. В студии был Андрей Есипов, председатель общественного движения Совет отцов Архангельской области. Отцовская организация «Поморья» отметила маленький юбилей, пять лет. Любимый мной писатель Евгений Гришковец высказался на эту тему. Отцовство очень упрощает и осмысляет жизненный процесс, оберегает от безумных и пошлых поступков и шагов, удерживает в равновесии. Потому что это так просто. Нужно трудиться, быть сильным, порядочным, не окончательно самолюбивым и не быть законченным эгоистом, если у тебя есть дети. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова